Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Гармония души и тела, как бы это тривиально ни звучало, обязательное условие успеха. Причем и над тем, над другим требуется постоянная работа. Как можно было бы ее организовать, узнали участники проекта «99 избранных». Чувства, направленные внутрь себя, так в нескольких словах можно описать идею этой встречи участников проекта «99 избранных». Испытать свои физические и психологические возможности можно было самыми разными способами. В частности, стоя на гвоздях. Я сам стоял на гвоздях. Мой рекорд – 2 минуты 20 секунд. На самом деле, самое главное – отключить мозги и выбрать, для чего ты это сделаешь. Когда отключаются мозги, ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Все происходит очень легко. На самом деле, те ощущения, которые после гвоздей, они феноменальны. Это можно использовать как способ разрядиться эмоционально. Это можно использовать как инструмент для исцеления своего организма и всех дисбалансов в нем. Это можно использовать как инструмент, который позволяет сконцентрировать энергию и направлять ее на достижение своих целей, желаний, мечт и так далее. Это можно использовать как инструмент, который гармонизирует и вас, и вас в окружающем мире. Поэтому это практика, которая может дать все, что угодно. Все зависит от ваших желаний и от вашего намерения. Не все участники проекта решились на это испытание. Но те, кто все же рискнули, смогли получить незабываемые впечатления. Неимоверное ощущение. Это просто другая реальность. Первые минуты – это на самом деле шокотерапия, которая просто взрывает мозг и переворачивает мир. И на самом деле хочется сбежать. Ощущение от того, что впереди какое-то новое открытие заставляет стоять через эту боль. Очень трудно о чем-то думать на гвоздях. Поэтому, может быть, если бы я постояла подольше, пришли бы какие-то полезные мысли. Пока был просто шок. Каждый человек реагирует на эту практику по-своему. В зависимости от чувств, накопившихся внутри. Поэтому и ощущения – они тоже индивидуальны. Как бы я сейчас что-то не пошла следующей быть, и вот теперь я заволновалась на самом деле. Потому что тут с людьми происходят какие-то очень странные вещи. Обида, боль, печаль – все накопилось. Она подвернула ногу, просто растянула голеностоп. Это тоже достаточно резная неприятная процедура. Сегодня с тренировки, то есть, возможно, все вместе это накопилось именно в таком варианте, в котором вылилось слезами. Ну, я считаю, что слезы – это все-таки достаточно женский вариант свои эмоции выразить. Мы по-другому что-то не умеем. В рамках проекта организаторы обещают еще как минимум две абсолютно разные встречи. А посмотреть всю историю сезона можно в группе «99 избранных» и на официальном сайте проекта. Это «Бьюти Тайм» – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Тот, кто хоть раз сбрасывал вес под контролем специалиста, наверняка слышал про лимфодренаж – процесс выведения из организма всего лишнего, способствующий усилению метаболизма и уменьшению объемов тела. Что касается аппаратных лимфодренажных методик, к ним относится прессотерапия. Прессотерапия – это компрессионный лимфодренажный массаж, чередование периодов компрессии и расслабления. Это приводит к тому, что улучшается лимфоотток, улучшается кровообращение в местах воздействия, где нам хочется подкорректировать фигуру. Чему это способствует? Улучшение кровообращения, ускорение обменных процессов, а со временем происходит уменьшение жировых предложений. Чтобы получить хороший эффект, нужно пройти от 10 до 20 процедур, опять же, от комплекции. В повседневной жизни не всегда удается сбалансированно питаться и много двигаться. Но, чтобы поддерживать обменные процессы и контролировать свой вес, существуют проверенные и эффективные косметологические методы. В Центре наука красоты сотни услуг для преображения. Коррекция фигуры методом криолиполиза – 2000 рублей за сеанс. Миндальный пилинг – 1750 рублей. Маникюр с покрытием гель-лак – 800 рублей. Улица Косырева, 63. Телефон – 77-88-177. Впервые в Челябинске. Отборочный тур чемпионата России по свадебному макияжу и свадебной прическе. 9 декабря. Отель «Парк Сити». Главный приз – поездка на чемпионат мира в составе национальной сборной. Конкурс проходит при поддержке Центра красоты и здоровья «Гармония», Салона красоты «Барселона», Школы роста и практики. Заказ билетов – 742-88-03. Подробности на сайте barsasalon.ru Студия «Джетсет» – это современное ателье в центре Челябинска. Индивидуальный пошив одежды на самом высоком уровне. Актуальные ткани, стильный дизайн, новейшие технологии, высокое качество и гарантированный результат. Студия «Джетсет» – место, где в уютной атмосфере создаются любимые вами вещи. Российские дизайнеры моды делают успехи в трех направлениях. Касается это и одежды, и обуви, и аксессуаров. Так три перспективных молодых бренда недавно заявили о новом этапе своего сотрудничества. На презентации побывала Элина Ахмедшина. Когда видение красивого и стильного совпадает у дизайнера и модника, последний становится его клиентом. А если сразу три дизайнера совпадают эстетически и энергетически, рождается коллаборация. В нашем городе последние несколько модных сезонов о себе заявляют союз бренда одежды «Бернини», аксессуаров «Хэппи» и обуви «Черри Бум». Их владелицы, которые комбинируют свои идеи в показах, уже воспринимаются публикой как единое целое. Еще громче заявить о себе они решили вечеринкой для партнеров, коллег и поклонников творчества. Пати организовали в формате мальчишника. Обычно все проводят девичники с какой-то периодичностью, но чтобы не быть банальными, мы решили провести мальчишник. То есть решили задать его полностью в мужском стиле, с мужской атрибутикой, со всеми всевозможными аксессуарами. Поэтому у нас в зале просто команда усачей. Мы вообще за юмор всегда. То есть уже всем настолько надоели вот эти вот пафосные мероприятия, где люди приходят, общаются и уходят. Вот, то есть нам хочется веселья. С мероприятием хотим сказать спасибо всем тем, кто сегодня с нами собрался, наши друзья, наши знакомые, наши партнеры, все те, кто с нами работает, с кем мы бы хотели сотрудничать. Вот, в общем, в этой нестандартной форме наша благодарность. На этом мальчишнике из парней только ведущий, диджей, оператор и фотограф. При этом усачей было хоть отбавляй. За этой деталью дресс-кода сложно узнать модниц города. У меня сегодня образ Чарли Чаплина. Даже не мерила усы и приклеила. Здесь вообще, честно, была в шоке от того, насколько это выглядит ужасно, вообще смешно. Я хипстер. Я хотела быть директором, но они не отклеились, и поэтому пришлось брать то, что пришлось быть итальянцем. И сегодня Игорь Николаев. Выпьем за любовь. Заявленный формат анти-фэшн с отвязными конкурсами, острыми шутками ведущего и показом в том же духе впечатлил искушенных светскими тусовками гостей. Формат очень интересный, правда, очень веселый, особенно, когда все в теме и все пришли. Отклеивается просто немного. То есть все в теме, все поддержали идею. Это очень круто, очень интересно. Девчонки молодцы. Делали прям, ну, реально такой. Без пафоса. Аккуратно тематическую вечеринку. У нас все как-то так примитивно всегда. Здесь и караоке, и конкурсы. Ну, все прям как мужики будут. Ну, в баню не поедем пока. У девчонок очень крутое чувство юмора. Они решили немножечко понизить градус пафоса, который в некотором смысле сейчас достаточно повышен. И очень круто это все провернули. У нас куча позитивных эмоций. Судя по тому, что все пришли с усами, я одна с подставными, они действительно сумасшедшие, веселые, яркие, крутые. Они придумывают, создают, делают коллаборации. Причем такие очень стильные, тонкие, изящные. Такие очень положительные впечатления о них, как о цене. Они сами такие открытые, яркие, эмоциональные. И поэтому мероприятия абсолютно интересные, точка и так. Успехов им. Они классные, они здорово и с позитивом делают свои классные делички. Вот эти вот творческие. Организовывают вот такие мероприятия. Они молодцы. Им миллион поцелуев. Меньше надуманной важности, а больше творчества и положительных эмоций. Этот девиз, похоже, присущ не только вечеринке, но и этой модной коллаборации. Заряженные положительным фидбэком, надеемся, девушки нас будут радовать еще долгое время. Это Бьюти Тайм, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Золотой микрофон шоу любительского вокала спустя пять лет состоится во второй раз. 20 самых известных персон в различных областях представят свои шоу-номера на суд зрителям и жюри. Ну а пока в плотном рабочем графике они находят время на уроке вокала и репетиции. На одной из первых побывала съемочная группа Бьюти Тайм. Мы в этот раз пошли вглубь процесса. Мы сделали шоу под живой звук. С нами такая улыбка. И все наши исполнители по-настоящему вживую поют песни, репетируют песни, но очень разные. Рок, лирика, фанк. Мы прям настаиваем, чтобы все были готовы к танцам и, конечно, к жаре. Поэтому не забудьте тональные кремы с SP-фактором. Ну это будет в первую очередь удивление для гостей, потому что я так понимаю, что ребята никогда до этого не выступали. Кто-то даже не выходил на сцену. И это будет классный, большой опыт. Ну и я думаю, что публика оценит эту смелость. Ребята готовятся основательно, у них преподаватели вокальные всех. То есть мы готовились отдельно, они готовятся сами. И мы начинаем репетировать уже вместе с живой командой. Смотрим, потираемся друг к другу. Участники даже никто не ожидал, что они могут петь. Они теперь сказали, что в кризисе им есть куда пойти. И они могут зарабатывать теперь тем, что они могут петь у нас на Кировке. Конечно, либо танцевать где-то у нас в зажигательных клубах. Ну я зачастую даже сам стараюсь проводить подобные мероприятия в плане музыкальных сайшнов. Когда если человек хочет и ему нравится петь, он может использовать нашу площадку для того, чтобы проявить какие-то свои таланты. Ну и паб в том числе. Участники шоу собраны в 10 пар, а потому к победе идут с двойной силой и не намерены просить скидки у зрителей из-за любительского характера конкурса. Сегодня мы не раскрываем выбранные песни и сами номера, но все же певцы попытались нас заинтриговать. Мы представляем все-таки, конечно же, молодежь со Стасом. Пока еще. Поэтому мы, конечно же, хотели, чтобы наша песня отражала то, что сейчас слушает современная молодежь. Ну, конечно, из-за того, что наша песня называется ***, здесь нужно держать марку, и я не могу, например, прийти в джинсах, поэтому у меня будет вообще такое платье. Шикарное платье, я даже не буду делать вертикальный шпагат. Я, конечно же, тоже буду стоять на одной руке. Я как бы очень долго это учился делать, но специально я тут всю жизнь ждал, когда я это смогу наконец-то показать. И вот он, этот проект. Когда я сказала Лине, говорю, Лина, я вот люблю рок, вот я его не пою, просто я его люблю слушать. Она, да, да, да. И мы начали выбирать песни, которые можно рок-дуэтом спеть. Ну, рок в основном мужчины поют, и вот ночные снайперы, нам как-то сразу пришло, что, о, да, давай, споем эту песню. И когда мы начали ее репетировать, педагог сразу нас распределил, это мы очень хорошо друг к другу подходим, гармонируем. Блюнетка, блондинка, мажор, минор, ну, все в таком уровне. Это будет песня всех времен и народов. Да, про Сталина. Это будет песня про Сталина. Да, про Сталина. Я буду в усах. Я сегодня решила, я буду в усах. Десять уроков, которые мы уже взяли, а мы прямо вот ходим и занимаемся, и потом поем нашу любимую песню «Папа-пупи-пэ», «Мама-му-ми-ме». Все время тоже вот это в нашем репертуаре, таких песен. Ну, это преодоление. Да, определенного рода ломка. Я всегда мечтал ходить на, ну, главная мечта, ходить на уроки вокала, и в этом году случайным образом она осуществляется. Но случайно. Оценить вокальный талант челябинских бизнесменов и предпринимателей можно будет 1 декабря в изумрудном зале «Малахит». Официальную видеохронику события доверили команде «Бьюти Тайм». Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько свежих идей для обновления сезонного гардероба. Сегодня при условии, что границы между стилями частично размыты, ношение платья нас не обязывает сильно задумываться о подходящей обуви, определенном виде верхней одежды и аксессуарах. А потому как из наряда на особый случай платье стало вполне демократичным предметом гардероба, также можно не зацикливаться на универсальных цветах, а отдать предпочтение ярким, заметным, сложным тонам. То же, кстати, касается и сезонности у принтов. Цветы в зимнем луке никого не смущают, а в легких фактурах придают стильную контрастность, делая образ изысканным и утонченным. Привычка практичных людей из всех предложенных моделей платьев выбирать именно черное понятна, а потому простительно. В нынешнем сезоне в этой истории много игры с прозрачностью и объемными деталями. Уже в ближайшем выпуске рубрики «Коллекции» речь пойдет о платьях для торжественных визитов. И, конечно, там будет меньше универсальности, как, впрочем, и в самих событиях. Для тех, кто ценит красоту и время, клиника эстетической медицины «Максима Клиник» представляет Уникальные аппаратные технологии за один час. Красота и здоровье с максимальным комфортом. Консультация в подарок плюс приятный сюрприз. Телефон для записи 200 ровно 3395. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Sony Кривой 30. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности, красивых событий. В формате No Comment в завершении выпуска. До встречи субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok